Девушки отдыхают Привет, дружище! А как ты летишь? С помощью Соника! Ну что, полетаем по-взрослому? Да! Это весело! Несмотря на то, что я слегка отбил почки! А теперь подставляй голову! Хотя в ретроспективе это был плохой совет! Не знаю, что там, но здесь он точно не сработал, Соник! Ха! Может, это дружелюбный каменный монстр? Нет, стереотип оказался правдой! А вот и я! Не получилось! Отвлеки его, Соник! Я попробую протаранить его головой! Ха! Да, бабушка, я очень хочу печенье! Если жизнь дает тебе лимоны, сделай лимонад! Да, но у меня уже были лимоны! Соник! Наклз! Что происходит? Огромный каменный монстр уничтожает деревню! Ты хочешь сказать, что гигантский гранафир уничтожает деревню? Да, спасибо за уточнение! Как я заметил ранее, у меня уже были лимоны! Не волнуйтесь, самолет все еще на гарантии! Но производитель-то ты... Так и знал, не стоило вдавать себе расписку! Ребята, каменный монстр! Да, точно! Эми, что ты о них знаешь? Гигантские гранафиры — гордая раса горных обитателей, известных с древних времен. Никто не видел их уже сотни лет! Неправда, я только что видел одного! Он игнорирует знак «Сломал за плоти!» Настоящее чудовище! Ну и ну! Безжалостный монстр повсюду сеет разрушения и ужас! Похоже, он вам нравится! О, я большой фанат его работы! Мне нужна его помощь! Он сможет разрушить целые города! И чистить труднодоступные водосточные желоба! Орбот, Кьюбот, поймайте его! Почему мы? Это чудище нас и близко не подпустит! Где ваш позитивный настрой? Вперед из песни! Левой, правой! Левой, правой! Он всегда говорит «левой, правой», хотя у нас нет ног. Это обидно. Это так ужасно! Они должны были заново обить мой диван. И он прямо как мой сосед, дядя Тунус, который страдал бессонницей. Он никак не мог устроиться и без конца взбивал подушку. Вот так! После этого мой сосед, дядя Тунус, обычно вставал, чтобы попить воды. Точно так же! Вот только мой сосед не зевал утками. Эй! Он не буйствует! Знаете, что он делает? Разрушает, мародёрствует, уничтожает, рвёт и мячит. Я нашла словарь синонима в болоте. Он хочет спать и пытается устроиться поудобнее. Дремать, отдыхать, схрапнуть. О, клюковка! Мы должны помочь ему заснуть. Я не специалист по каменным гигантам, но наш парень выглядит уставшим. Ничто не навевает сон так, как нежная мелодия, спитая сладкоголосой птичкой. Да не ты, а я! За синий гигантский кранафейр закрывай глаза! Эйми купит тебе пересмешника! Он сделан из камня. Что он вообще понимает? Это не колыбельная. Такие звуки издаёт волынка, если бросить её в дробилку. Да, но это сработало! Он засыпает! По этой дороге в деревню доставляют продукты. Если монстр проспит ещё тысячу лет, мы останемся без картофельного салата! Знаешь что? Огромные каменные монстры – это камень преткновения. Стейкс, продолжай петь! Или что ты там делала? Лучший парад на свете! Получилось! Спи, мой огромный каменный друг. Пусть тебе приснятся каменные подружки. Выпускаем пчелоботов! Сначала верните столик и спинку кресла в исходное положение. Эй, это была очень дорогая сотовая клетка! Если мы с тобой собираемся проботить мир на тысячу поколений, види тебя как следует! Назад, яцеголовой! Мы не позволим тебе захватить гиганта! Эй, пчелоботы, за мной! Возможно, самое время пристегнуть ремни и вернуться в логово. Ладно, Эггман улетел. Стейкс, продолжай петь! Монстр забрал Стейкс! Тогда давайте вернем ее! Ух ты! Отличная маскировка! Я тоже так хочу! Научишь меня? Нет? Ну и ладно. Тогда я не научу тебя, как с помощью ежелатина отгонять обезьян от огня. Понял? Я обыскал все горы и каньоны. Никаких следов Стейкс. Я проверил весь берег. Ничего. Я прочесала джунгли. Ноль. А я только что пообедал. Вкусный свежий картофельный салат. Наклс, мы не можем найти Стейкс. Мы смотрели везде. Ну, не везде. Вот теперь везде. Это мой катастрофометр. Катастрофометр? Что он делает? Что, по-твоему, делает прибор с таким названием? Обнаруживает, фиксирует сигналы землетрясения, ураганов и прочих стихийных бедствий. Ну, или делает мороженое. Какой ужас! Что это за звуки? Нет! Я не могу петь вечно. У меня голос один. Эй, это Стикс. Каменный монстр удерживает её. Можешь определить, где она? Да. Я могу определить её местоположение и получить географическую визуализацию. А кто-то говорил что-то про мороженое. Высота больше километра, а самолёт Тайлза неисправен. Нужно найти другой способ. Лучше бы я молчала. Сюда прилагается бумажный пакет. Вижу Стикс. Добедобеля линя Сняли волейбол Концерт окончен. Сувениры можно приобрести в холле. Новый факт о гигантских гранафирах. У них изо рта пахнет мёртвыми медузами. Что будем с ним делать? Не волнуйтесь, ребята. У меня есть план. Эй, босс, у вас новая подружка? Хватит хлопать шарнирами! Поскольку вы двое провалили операцию по поимке каменного монстра, я пытаюсь обрести покой и успокоить нервы с помощью медитации. Должен сказать, сэр, это действует безотказно. Ну вот, теперь придётся возвращать листья на место. Пойду принесу клей. Эй, ты что творишь? Не ходи по моим кустам! Ладно, выражение «не ходить по кустам» также подразумевает «не ломай мою бесятку». Мы не можем просто смотреть, как он разносит до Мэгмана. Ну, ты прав. Отличные новости! Катастрофа Метер записал пенистикс, и я поставил его на повтор. Отличная новость! Ой, жаль твои цветы, Эгги. Сколько ещё я должен это терпеть? Меганскому Гранофиру требуется год на то, чтобы заснуть полностью. Но мы можем выключить прибор. Нет, это не обязательно. Вперёд, ребята, нам пора. Что ж, может сделать фонтан из его носа и разводить карпу в пупке. Кьюбот, орбот, несите почвенную смесь! Злую почвенную смесь! Фильм озвучен по заказу ЗАО. Первый канал. Всемирная сеть. СОНИК БУМ Готовы? Теперь кто дольше? Раз, два... СИКС! Я почти выиграл эту бессмысленную игру. Вот спасибо тебе. Лося! Косоглазого! И? На ту, которая попадётся на пути косоглазой лось, падёт проклятие косоглазого лося, падёт оно и на её друзей. Это наука. Ммм, Стикс, проклятие сказка. А почему ты проиграл соревнования? Проклятие! Теперь всё ясно. Можете сомневаться, но я всё равно буду вас защищать, ведь я хороший друг. А ещё это отвлекает меня от спецагентов, которые подменяют мои растения скрипками. Именно! Я вас раскусила! Моя ваза! Ах, победа! Ммм, возможно, из-за проклятия она разбилась, а? Да, проклятие барсуколунатика. Ой-ой, уже два проклятия. Что за... Тейлс, твой дом окружён? Безумными ловушками Стикс? Да. Соник, а ты как? Просто отдыхаю. Нет, я ничего не заметил. Вообще, если задуматься... Надоело. Да, на этот раз даже бутерброда нет. Ладно, я знаю, о чём вы думаете. Но это не злые духи поймали вас, а я, чтобы защитить вас. От опасного стука в дверь? Нет, от вышеупомянутых злых духов. Вы что, меня не слушали? Плохая новость. Они пожирают ваши души, а потом выплёвывают. Это проклятие просто отвратительно. А что, нет другого способа уберечься? Ну, легенда гласит, что нужно найти длиннохвостую мартышку с белой полосой на спине и хвостом в форме перевёрнутой W. С хвостом в форме W? Не перебивай. Так о чём я? Только такая мартышка может снять проклятие. Так что, мартышка или ловушка? Это самый лёгкий путь? Безопаснее, чем... тот? Очнись! Проклятие настигает нас на открытом пространстве. Эта тропа спрятана от невезения и вулканов. И духов тоже. И разума, и логики, и закусочных. Я за безопасность, но... Не поможете? Эта тропа спрятана от невезения и вулканов. Мы дошли. Хорошо, что мы выбрали безопасный путь. Да. Хорошо. Простите, сэр, мы... Дайте угадаю. Встретили косоглазого лося и думаете, что вы прокляты? Да, я... Проклятие есть. На мне. Оно в том, что такие простофили, как вы, досаждают мне глупостями. Я давно в отставке. Неплохо прошло. Пора домой. Нет! Я буду проклята вечно! Помогите! Прошу вас! Прошу, 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 прошу! Умоляю! Ты будешь стучать, пока я не помогу, так что ли? Ну, вроде того. Ай, зачем я выбрал эти проклятия? Лучше бы дерматологом стал, как мой брат. И его работа приятнее. Ладно, ладно, ладно. Сниму проклятие в последний раз. Спасибо, 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 спасибо. Не заставляй меня пожалеть. Простите, 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 простите. Простите. Что ж, если хотите снять проклятие, вы должны доказать мне, что вы того стоите. Как? Вы получите ряд заданий, чтобы продемонстрировать чистоту сердец. Сердец. Если преуспеете, я освобожу вас от проклятия косоглазого лося. Но предупреждаю, многие пытались, и у них не вышло. Мы справимся, Соник это гарантирует. Хорошо, вот список. И управьтесь до пяти, ладно? У меня ужин. Чао! А пока вы не ушли, взгляните на мое раздражение. У меня аллергия на рыбью слизь. Так вылези из рыбы! Сбор авокадо доказывает чистоту сердец? Что нужно собрать, чтобы доказать чистоту авокадо? Народ, я в тупике. Если так требуется для снятия проклятия, надо это делать, не задавая вопросов. Ещё и лимона выжить? Ну, технически это вопрос. Технически? Умолкни! Найдите самые спелые помидоры в лесу? Затем превратите их в пюре с помощью камней на горе? Стоп! Ты заставил нас готовить гуакамоле! И вы задержались! Надеюсь, мы достойны снятия проклятия? Не совсем. Вы также должны очистить эти одежды в чистейшей реке. Ладно, и вещички постираем. Я начинаю думать, что мартышка это и есть проклятие. Свежие пахнут лучше. Мартышки невеликие чистюли. Я по поводу проклятия косоглазого лося. Я этим не занимаюсь. Я не верю в проклятия. Но мой бухгалтер предложил разнообразить мой бизнес зла. Так что я займусь снятием проклятий. Будешь работать на меня! Нет, спасибо. Правда? Обычно мой смех убеждает людей. Ясно! Хочешь поторговаться? Ищешь выгоду? Компромисс? Ладно, я первый. Слуги в атаку! Эггман? Не думал, что скажу это, но я так тебе рад. Я только их сложил. Это за стирку. Эй, вы бросили мою одежду на землю! Что за безответственность такая? А? Пойдешь со мной, мартышка? Вообще-то я мистер-мартышка для тебя. Да и для всех остальных. Мои родители были хиппи и дали мне необычное имя. Вы в порядке? В полнейшем! Я так люблю, когда безумцы уничтожают мой дом! Вы с ума сошли? Если вам не нравится наша помощь, уверен, найдется немало других мартышек, снимающих проклятие. Я такой один, но мысль понял. Я сделаю что угодно, только избавьте меня от него! Моя тетушка говорила, не отступай, не сдавайся! Отступать! Сдаваться! До встречи, яйцеголовый! Какой хаос вы устроили! А как же сделаю что угодно? Ну, вы испортили мою одежду, но спасли жизнь! Так что сейчас я сниму проклятие косоглазого лося! Да! Поднимите правую руку! Ой, стой! Это на свадьбе! Просто стой и сделай умное лицо! Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-донг-дин-дин-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам! Ура, снято! В два счета! Готово! Это все... Все кончено! А ты ждала парада? Проклятие снято! Идите отсюда! Гуакамоле сам себя не съест! Я свободна от проклятия! Могу жить свободной жизнью, на свободе! А мы свободны от твоих суеверий! Нет! Нет! Лиловый семеногий паук! Только не это! Одиннадцать лет невезения! Мы должны пойти к озеру Ени-Ха-Ха и искупаться в грязи! Бум! Снято! Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть! СОНИК БУМ СОНИК БУМ Пусть вы победили, Скорпи-бота! Но у меня припасен козырь в рукавя! Подождите секунду, пока разогреется! Нужен малый козырь! Мне кажется, Эли Эггман неважно сражается в последнее время! Может, это мы так здорово сражаемся, что он так выглядит на нашем фоне? Да он просто, в общем, мышей не ловит! Верно? Такое ощущение, словно он формальность соблюдает! Еще один пример прекрасных технологий Эггмана! Рожденный ты был парить, подобно Орлу, но не можешь взлететь! Так и есть! Не могу! Ты можешь парить! Правда? Рожденный ты был парить, подобно Орлу, но тебе помешали обстоятельства! Я уже ответил, да! Я Орел Сор, и я могу показать, с каких высот ты можешь достичь! На моем чудесном семинаре ты научишься парить, подобно Орлу! Позвони сейчас и сразу забронируй место! Кто готов парить, подобно Орлу? Я! Я! Что ж, тогда, мой усатый друг, следующие 38 часов, я буду показывать тебе, как превратить сегодня в лучший день твоей жизни, пока не наступит завтра, который будет еще лучше! Ты примешь неудачу? Нет! Позволишь препятствиям помешать тебе? Нет! Сумеешь раскрыть себя? Нет! То есть, да? Никогда не сомневайся в себе! Нет правильный ответ! Потому что ты превзойдешь себя! Так, что ты будешь делать? Парить, подобно Орлу! Спасибо всем! Можете взлетать! Хе-хе-хе-хе-хе! У кого мой чек? Что бы купить? Все такое оптимистичное! Здесь все прекрасно! Покупай все! Но если хочешь действительно испытать парение, могу я заинтересовать тебя пакетом стратосфера. Он включает в себя мои услуги, я стану твоим личным гуру! Идет! По рукам! Не трогай меня! Посмотри на себя в зеркало! Что ты видишь? Что ты видишь? Испуганного человека и жуткую птицу! Придется поработать. Не просто одерживать крупные победы зла. Вот почему нужно иметь в запасе небольшие победки, чтобы вернуть уверенность в себя. 7,95. Давай! Эй! А ну-ка вернись! Никто не поверит в то, что ты зло, если ты сам не веришь. Покажи, каким злом ты можешь быть. Ух ты, Эмми! Ты не шутила? Какой огромный клубок! Не знаю, сработает ли. Не знаю, сработает ли! Если бы я не был гермофобом, дал бы тебе подзатыльник. Делай, как я говорю, и яви миру свое величие! Эггман стал креативнее, вы не думаете? Я вообще не думаю. Эггман снова в седле! Не беги впереди поезда. Мы только на шестой ступени. А всего их в тридцать одна. Не подрезай мне крылья. Ты стена, сквозь которую я должен пробиться. Ладно. Очевидно, моя система уже сумела тебе помочь. Но ты должен слушать меня! Нет! Это ты послушай! Ты уволен! Я и сам могу быть лучшим! Большое спасибо! Если ты думаешь, что высокая самооценка, уверенность и внутренний покой могут быть достигнуты без помощи, ты очень ошибаешься! Ладно, я готов взлетать, но с чего начать? Создать робота-трансформера или гипнобота? Может, стоит разработать детальный, изощренный план по полному уничтожению Соника? Звучит прекрасно, босс. Не могу решить. Подумаю за обедом. Но что же съесть? Бутерброд? Лапшу? Овсянку? Вот бы кто посоветовал. Отчего не спросить того пернатого парня? Он неплохо советовал. Я его отпустил. Он меня сдерживал. Ладно, я вздремну. Только где? На кровати или на диване? Что-то давненько Эггмана не видно. Это же хорошо, верно? Думаю, он что-то задумал. Надо попроверить. Застал тебя как раз! В розовой пижамке? Оставь меня, я деградирую и жалею себя. Фу, парень, кошмар. Боюсь, с момента увольнения Сора, доктор Эггман ведет себя странно. Так он не замышляет ничего коварно-злодейского. Напротив, единственный его план – посмотреть четвертый сезон Аббатства Йожитон. Меня подвезли до квартиры адвоката, и я угостила его печеньем, но он выбросил его. Ужасно, какой глупец. А нет, он не мог! Вот это жизнь! Нет Эггмана, нет проблем. Мне так скучно! Эй, Тейлз, помочь? Да нет, я проектирую тут кое-что. О, погоняем? Прости, Соник, я немного занят. А да ладно, до краю острова. Марш! О, мои бумаги! Победа! Оу, ну и беспорядок ты здесь устроил. Аккуратно, осторожно. Привет, Наклз! Нет. Интересно, а что Эми делает? Что рисуешь? Картина, чтобы отметить годовщину первого раза, когда я нарисовала картину. Эггман! О, просто ветка дерева. Соник, осторожнее, пожалуйста. Это стопроцентно натуральная краска. Очень дорогая и очень зеленая. Больше похоже на розовую. Что это было? Это Эггман! Он где-то там. Наблюдает. Шныряет. Снова наблюдает. Снова шныряет. Затем обедает. И опять шныряет! Эггман! С тех пор, как Эггман впал в депрессию, от Соника нет покоя. Не могу не согласиться. Он просто с ума сводит. Для того, чтобы Соник пришел в себя, Эггман должен вернуться в игру. Никогда не думала, что скажу это, но нужно мотивировать Эггмана! Знаете, дверной звонок работает. Мы здесь, чтобы победить тебя. Отойдите, экран не видно. Следующий раз пну полный. Кто-нибудь дома? Я принес игры. Тоник, в логере Эггмана битва. Скорее! Понял. Ну же, потише! Я пытаюсь смотреть сериалы. Привет, ребята! А-а-а! Смотри, что Эггман с нами делает! А-а-а! Ты должен сразиться с ним! А-а-а! А-а-а! Вы в порядке, народ? Останови Эггмана, пока он не уничтожил всех нас! Он ничего не делает! Тссс! Вы что, делаете вид, что он на вас нападает? Эми, прекрати! Ладно, народ, хватит. Мы пытались мотивировать Эггмана, чтобы тебе было с кем сражаться. Дурацкая идея! Эй, последи за языком! Это что ты сделаешь? Строго скажу, да, серьезно! Ой, серьезно! Да, серьезно! Роботы, в атаку! Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть СОНИК БУМ И ради чего мы отправились так далеко? Смотри, система речевого управления. Завести двигатель. О, дай мне попробовать шоколадный коктейль. Ванильный. Я просил шоколада. Ромашка. Я пока еще работаю. Там в мастерской есть полотенце. Речевое управление. Я не хочу командовать, но... Не врежься! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Если ракетные двигатели на голосовом управлении, кричать не стоит. Я бы не кричал, но ты издавал такой жуткий звук. Какой звук? Я не слышал. Минутку. Наверное, ты не слышишь, потому что это быстрее скорости звука. Я докажу, что это не я. Когда я побегу и ничего не случится, ты почувствуешь себя глупо. Это косвенная улика. Мне нужно провести тесты, чтобы узнать, что с тобой не так. Не могу ничего выяснить. Но думаю, пока что тебе лучше не бегать. Ладно, не проблема. Прости, привычка. Соник, ты должен был принести мяч. Ой, простите. Сейчас метнусь домой. В смысле, пойду медленно и осторожно. Ох, так делают обычные люди. Безумие. Ребята, атака роботов на шесть часов. Я не могу в шесть часов. У меня билеты в оперу. Нет, куда-то ещё. За тобой! Соник, мы справимся. Молодец, Наклз. Слева, справа, слева. Стой, я запутался. Почему у него получается, а у меня нет? Стикс, спиральная атака! Это твой приём, не мой. Ой-ой. Да, секретное тройное сальто назад. О секретах не кричат на каждом углу. Пора с этим заканчивать. Эй, я думал вы о них. О, как же вы справитесь без... Меня. Похоже, кто-то ещё ни при чём. Эгман! Постой. Что значит кто-то ещё? Я не посылал этих крабоботов. Орбот и Кьюбот убирались в логове и случайно нажали на кнопку. Так ты не специально? Похоже, нынче, чтобы стать злобным гением, не нужно быть гением. Я чувствую себя ненужным. А, да, у нас есть что-то общее. Ты тоже ешь попкорн во время депрессии? А, нет. Да? Я про ненужность. Вот, возьми попкорн. Тебе станет лучше. Ладно, я же доктор. Поговори со мной. Даже заклятые враги могут подружиться. Соник, Эгман тебе не друг. Будешь его слушать, тебя куда-нибудь привяжут. Да, этого бы не хотелось. Честно говоря, так себе идейка, Соник. Но ты не смог мне помочь. Вариантов нет. Когда я бегу, раздается странный шум. Такое бывает с Кьюботом, когда он перебарщивает с моторным маслом. Поэкспериментируем. Ясно. Классический случай несовместимости отношения скорости и энергии. А почему сейчас? Приходит с возрастом, как мудрость. И волоски в носу. Но не волнуйся, у меня есть то, что тебе нужно. У этой обуви энергопоглощающая стелька. Она не даст тебе издавать этот громкий звук. А главное, её можно стирать в машинке. А вдруг это твой очередной хитрый план? Думаешь, я коварно задумал обеспечить тебя мозолями? Если тебе не нужна помощь, иди отсюда. Ладно, посмотрим. Эй, ничего не случилось. Шума не было. Спасибо. Не за что, друг. Да, Соник в деле. Не говори о себе в третьем лице. Это странно. Да, Наклз это ненавидит. Стоп, шума нет. Эггман решил проблему. Да, энергопоглощающие стельки. Эггман и правда помог мне. Или это была часть ловушки. Соник, познакомься с гигантским роботом. Я не успел его назвать, потому что был занят созданием ловушки. Моя очередь. Источника энергии нет. Как это возможно? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Верно, Соник. Беги! Беги! Соник, стой! Эта обувь передает роботу твою энергию. Чем ты быстрее, тем он сильнее. О, хитро. Хотел бы я такое придумать. О, так это же я! О, это легко исправить. О, я забыл упомянуть. Они не снимаются. Еще посмотрим, Эгги. Ай! Это будет непросто. Соник не бежит. Так почему робот работает? Обувь хранит энергию, которую он генерирует. Ты правда собираешься нам это объяснить? Самым сложным было издавать тот неприятный звук, когда Соник бежал. Я подготовил краткую презентацию моего гениального плана. Знаешь, сколько я на нее потратил? Вот еще и подготовил сокращенную версию. О, видел бы ты себя прямо сейчас. Я взял твою силу и обратил слабость. Соник, это безумие! Нет, это глупость. Безумие! Глупость! Безумие! Глупость! Безумие! Глупость! Нет, это гениально! Эй, постой, слишком много. Серьезно, помедленнее. Перегрузка! Теперь, когда мы закончили с разминкой, Соник побегает. Правда, как-то жутко, когда он говорит о себе в третьем лице. Да. Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть. СОНИК БУМ Все сводится к финальному удару юной ехидны с Ангельского острова. Для решающей победы ему нужно четыре очка. Сможет ли он? Забьет ли он? Толпа на ногах! Давай уже. Давай. Увы! Три кокоса, а не четыре. Смотрите! А-а-а! А-а-а! М-м-м-м! И им удалось! Они добились невозможного! Команда Накуза и Соника превзошла команду Соника и Накуза! Минуточку! Вы играли против себя? Нет. Ты что, не слушала? Против Соника и Накуза! А-а-а! Получите Соник и Накуз! Трепещите, вредители! Готовьтесь столкнуться с самой разрушительной силой, которую увидел этот и любой иной мир! Погодите минутку. Можете пока поговорить. Ваша гибель близко, уверяю вас! Хм... А-а-а! Вот она! Это... Робокорова! Это корова. Робокорова! Что смешного? Робокорова? Самое жалкое твое изобретение. Неправда. Были Роболожка, Робоплакс, Робоматик, о, и Роботуб. О чем это я? Да. А то мы забыли. Мой завтрак хочет меня убить. О, пора. У меня стирка закончилась. Оставляю вас в копытах, Робокоровы. Ладно. Давайте ее уничтожим и вернемся к Кокоболу. О, а я говорил, что внутри Робокорова находится мутоний. Радиоактивное вещество. Если ее уничтожить, все в радиусе 30 километров испарится. Чао! Это жвачные снаряды! Моя река! Если мы не можем разнести Робота, что будем делать? Похоже, сверху у него съемная панель. Если доберусь, то смогу его перепрограммировать. Пора подоить Кокоболу. Я ее отвлеку. Раз. Давайте, народ! Два. Четыре. О, то есть три. Ой, вроде вышло. Или нет. Тейлз, что происходит? Я не знаю. Исходная программа должна была уничтожить Соника. А теперь наоборот. Уничтожить Эггмана? Классика! Нет, это вовсе не классика. Это просто ужас. Если эта машина для убийства взорвется, Эггмана не станет. В день стирки? Плохо, Соник. Ах, ладно. Я его предупрежу. Тейлз, ты со мной. И возьми свои научные штуки. Хорошо, Соник. Кстати, спросите его, как пятна от травы выводить. У него белый такой белый. Тейлз, жди здесь. Кто знает, что за безумная защита у Эггмана. Ничего. Вот тебе и злодей. О, я никого не ждал. Да, я так и понял. А у тебя что, нет защитной системы и штанов? Забавная история. Я взял фрагменты защитной системы, чтобы сделать робокорову. Как она? Тейлз перепрограммировал её. И теперь она собирается тебя уничтожить. Удачи. Чао. Но ты не можешь бросить меня безо всякой защиты. Я буду... Как это? Беззащитен? Нам что, улучшить твою систему защиты? Да нет. Если ты не активировал вторую программу, тогда моя защита бесполезна. Это не с красными глазами. Как ты узнал? Угадал. Остановить робокорову можно только улучшив защитную систему Эггмана. И вы сделаете это для меня, несмотря на все ужасные, хотя и оправданные вещи, которые я делал вам. Хорошо, что я попросил тебя взять с собой твои научные штучки, а, Тейлз? Начинай работать над защитой, а я займусь делом. Эггман, надень штаны. Эггман, надень штаны. Когда робокорова приблизится, Эггман отключит силовое поле, а я поражу ее морозильным лучом. Тейлз, а ты ее отключишь. Ладно, поехали. Ха-ха! Разделаем это жвачное! Думаю, у нас есть время. Зайдете, у меня есть какао. Какой у него интересный вкус. Угадайте тайный ингредиент. Если это любовь, я ухожу. Хм, это мускат? Почти. Ложка чесночного порошка. Отсюда такая текстура. Эй-эй-эй, подставка. Что, ты в лесу вырос? Тайный ингредиент? Чеснок? Нет, любовь. Шучу, чеснок. А я думал, он раздражает, когда пытается нас уничтожить. Не ходи туда, это ловушка! Как она могла? Да, ведь ты ее предупредил. Как вы развлекаетесь? Идет суперчемпионат по Кокоболу. Ёж Соник бросает заклятого врага доктора Эггмана. Посмотрим, что же происходит на поле. У-у-у, это пенальти. Эй, у меня идея. Они это сделали! Новый рекорд! Ха-ха! Мы заждались. Где эта робокорова? Эй, ты такой нетерпеливый, Соник. Иногда нужно расслабиться и насладиться жизнью. Вот, возьми пастилу. Липко, но вкусно. Очень вкусно. С Орботом и Кьюботом так не отдохнешь. Пастила им всегда склеивает микросхемы. Сложно без настоящих друзей. Да. Знаете, кого я терпеть не могу? Стажера Дэйва. Я прав? Я о нем особо не думал. Скажите, а еще есть? Эй, Соник, между нами. Что у тебя с Эмми? Проснитесь, проснитесь! Активация защитной системы! Отключаю поле! У меня проблема! Я приклеился! У меня руки липкие от этой пастилы! Конец игры, друг! Конец игры! Пастила! Если она у нас вся склеилась, то и робокороба это остановит. Но как добраться до панели? Готовься, целься, огонь! Я сказал, целься! О, это было мне! Готовься, целься, огонь! Нет! Чудеса работы в команде. Не команда. Мой гениальный план. Я хитростью заставил вас улучшить мою защитную систему. Теперь я могу использовать ваши технологии против вас. О, вот, значит, как, да? Мне нужно перестать хвалиться и объяснять вам, как именно вы можете меня остановить. Мы закончили. Идем, Тейлз. Доктор Эггман, можно войти? Нет! О, пастила! Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова